Семья, достаток, карьерный рост и мирное небо над головой. Эти базовые ценности, о которых мечтают большинство людей. Однако в основе этого лежит главное – безопасность. Уже 30 лет в нашей стране ее обеспечивают они – сотрудники Комитета национальной безопасности. Именно с этого указа президента страны в 1992 году начинается история отечественной спецслужбы – Комитета национальной безопасности. В канун своего 30-летия в юбилейной книге КНБ впервые раскрывает подробности операций, которые долгое время хранились в архивах под грифом «Секретно». Их герои – рядовые оперативники. Именно благодаря их мужеству, героизму и преданности присяге предотвращены десятки террористических актов, пресечены подрывные акции зарубежных спецслужб и транснациональных ОПГ. Сегодня мы покажем некоторые из этих уникальных операций. Еще в 90-е годы служба внешней разведки КНБ располагала сведениями о концентрации радикалов из Казахстана в афганско-пакистанском приграничье, где они проходили религиозную и боевую подготовку для совершения терактов на территории нашей страны. Чтобы помешать их планам, за рубеж был направлен опытный разведчик подполковник Сапаргали Аубакиров. Ему предстояло установить места расположения лагерей подготовки, состав группировок и методы обучения боевиков. И в эту зону перебрались как раз террористические организации объединена таджикская оппозиция, исламское движение Узбекистан и исламская партия Восточного Туркестана. Ну, они преследовали цели подрыва, мирного устоя жизни Казахстана, создать хаос, неразбериху и в конечном итоге создать свой халифат. Информация, которую Сапаргали Аубакиров передал в Центр, позволила помешать сбыться планам террористической организации «Исламская партия Восточного Туркестана». Тем самым разведчику удалось спасти не одну человеческую жизнь. Сапаргали вышел на террористическую ячейку, когда террорист узнал, что Сапаргали уже подобрался к ним вплотную, в ближайшей, может быть, перспективе. Их ячейка могла бы быть ликвидирована. Поэтому они устроили засаду. Разведчик продолжал снабжать коллег важными сведениями до самого последнего момента, пока его жизнь не оборвал выстрел религиозного фанатика. За проявленное мужество и отвагу Сапаргали Аубакиров награжден орденом Данг. Посмертно. Стоит отметить, что до Аубакирова такой награды удостаивались только генералы. 2015 год. Службой внешней разведки получена информация. Сирийская террористическая группировка вербует в свои ряды выходцев из Казахстана. Чтобы не допустить этого, центрам принято решение развернуть операцию под кодовым названием НАИЗА. В Сирию направлены два опытных спецагента – Кахарман и Сункар. Их задача – сбор информации о планах террористов, а также внутренней иерархии организации. Оперативники понимали, что эта операция для них может стать билетом в один конец. Уже по ходу, так скажем, процесса разработки оперативная ситуация развернулась в нашу пользу. Мы практически полностью контролировали действия лидеров эргруппировки. Находясь в лагере террористов, спецагенты по согласованию с центром разработали дерзкий план по задержанию лидера террористической группировки. В так называемой мертвой зоне, когда и он не ожидал захвата, и рядовые боевики не могли контролировать действия своего лидера, был осуществлен захват. Группа захвата в считанные секунды скрутила боевика. Позднее спецбортом он был вывезен в Казахстан. Вся операция была проведена без единого выстрела, что является показателем профессионализма для любой разведки мира. Лишившись главаря, террористическая группировка прекратила свое существование. Служба специального назначения «А» – боевая элита Комитета национальной безопасности. Спецназовцев привлекают для проведения самых опасных операций. Однако под бронежилетом и шлемом находятся обычные парни, которые также любят, растят детей и строят планы. Но в любой момент они готовы без раздумий пожертвовать собственной жизнью, чтобы спасти других. Роман Долгов и Тахир Алпысов были как раз одними из таких героев. Их жизни прервались в 2011 году в поселке Боралдай Алма-Атинской области. За несколько дней до этого в Алма-Атыне известные расстреляли двух патрульных полицейских. Оказалось, что двойное убийство – дело рук группировки Акжана Хасена. Вместе со своими поддельниками он планировал серию терактов в южной столице. Оперативникам удалось выйти на след преступников. 3 декабря в поселок Боралдай, где скрывались экстремисты, выехал спецназ. Бойцам поставили задачу – силовой захват преступников. Внимание, группа, вперед, вперед! Первым заходил Тахир. Он получил сразу уронение к плечу и упал вперед. Следующим за ним, Романом, образовалось пространство. Теперь Роман оказался первым. Открыл огонь, вызвав на себя раненый Тахир, видел террористов, крикнул – вижу троих с автоматами. Я спустилась со своей комнаты, и в холле я увидела, наверное, человек 30 или 40 ребят, которые стояли с хмурым выражением лица, и я понимаю, что что-то произошло. И тогда один из ребят ко мне подошел и сказал, что Тахира ранили. Я сказала, где он? Где он? Я хочу его видеть. Они сказали, его ранили, но его уже нет, он умер. Террористы были вооружены до зубов. В их арсенале имелись автоматы, пистолеты и гранаты. Было очевидно – джихадисты готовы идти до конца. В какой-то момент Роман присел на колено, кровь стекла шеи на бронежилет, ранение было смертельным. Радио санцены. Поступила команда эвакуации. Сразу после случившегося оперштабам принято решение о ликвидации преступников. Группа провела штурм с применением газа, ароматометов, и все пять преступников были уничтожены. Внимание, выстрелы! Сколько еще людей могло пострадать и погибнуть от рук террористов, остается только догадываться. К счастью, их удалось остановить. Правда, за это спецназовцам пришлось заплатить слишком высокую цену. За проявленный героизм и мужество Роман и Тахир посмертно награждены орденом Айбэл. Еще одна операция службы А становится продолжением борьбы с террористическими ячейками, желающим в начале прошлого десятилетия посеять смуту и страх в стране. 2012 год. В октябре неизвестные ранят таксиста, а следом убивают полицейского. Их задержание поручено сотрудникам службы А. Обстановка в городе была очень накаленная, чувствовалось напряжение, и вот эта вот аура тяжелая. Поступила информация от местных жителей, что преступники забаркардировались в СТО. К прибытию спецназа территория вокруг СТО была уже блокирована. На месте работали переговорщики. Убедить террористов сдаться пытались и их родственники. Что мне запомнилось, когда переговоры вела мать, ее сын кричал, «Ты ведьма, ты не моя мать, ты работаешь на каферах». Такие слова говорила. После того, как на террористов не подействовали даже уговоры их родителей, спецназовцы приняли решение действовать. Позднее окажется, что решение позволило сохранить не одну человеческую жизнь. Применив специальные средства, мы узнали, что они готовились к подрыву данного СТО. К месту привалили газовые баллоны, кислородные баллоны, мастерили из подручных средств взрывное устройство. Учитывая это, руководством было дано предложение, чтобы как-то минимизировать действие взрывных веществ, привлечь спецтехнику пожарной службы. И проделав проход в задней стене, мы подали рукав и залили непосредственно комнаты, где находились террористы, пеной. После того, как, значит, завершился штурм, все террористы были ликвидированы, дали команду, значит, на эвакуацию. Выйдя на улицу, там были женщины, бабушки, мужчины, которые курили. И помню тот вопрос, когда одна из женщин крикнула, «Ребята, ну что, все закончилось?» Я помню, все пацаны там, хоть и уставшие, посмотрели на нее, улыбнулись и сказали, «Апай, все, не переживайте, все закончилось, теперь вы можете спокойно, смело жить, ну а нас ждут дома». 2012 год. Декабрь. Столица. Город готовится к праздникам. Сотрудники городского департамента КНБ получают оперативную информацию о планах группы религиозных фанатиков взорвать дворец мира и согласия. Для их нейтрализации разработана операция «Снежная вьюга». Господин полковник, только что прошла информация, что один объект интересуется патронами 545. Поступившая информация о человеке, который интересуется патронами, выведет оперативников на террористическую ячейку. Принято решение внедрить туда своего человека. «Сама по себе разработка была сложная. У них была сформирована уже конкретная группа, все близкие друг к другу, и никого извне чужого они не привлекали». Подбор кандидата, готового внедриться в группировку, оказался не из простых. Оперативники проанализировали три десятка кандидатур. Установлены и изучены все родственные и дружеские связи лидера Абдулы. Абдуле необходим был человек, который умеет работать с металлом, для того, чтобы он изготовил боевой боёк в кустарных условиях. Если всё хорошо будет, ещё эти работы будут. И всю жизнь так заводят. Вот в это время как раз-таки наш источник проявил все свои способности. Понимая важность контроля за террористами, оперработник решает сам внедриться в группировку. Абдула очень хорошо вербовала людей. Он был подкованный в части радикальных взглядов. В этой связи его группа, которая с ним рядом находилась, они были полностью контролируемы им. Тебя посоветовал мне наш брат. Сказал, что у тебя такие взгляды, как у нас. Я готов на многое. При нахождении в их кругу, да, я максимально старался конспирироваться. Для совершения теракта радикалам нужно было ещё оружие. Однако для этого нам нужны деньги. Поэтому мы должны взять ювелирный магазин. За несколько дней до ограбления экстремисты ужесточили меры конспирации. Главарь запретил членам группировки посещать мечети. Забрал телефоны, заставил всех жить в одном доме, где контролировал их перемещение и периодически тайно устраивал обыски. После совершения теракта преступники планировали выехать в Сирию. В этих условиях оперработнику на свой страх и риск удалось передать ценную информацию о месте и времени готовящегося ограбления. Задержание произошло в тот момент, когда Абдулла и его терргруппа уже были на подступе вблизи ювелирного магазина на крыльце. Вот в это время как раз-таки был произведён задержание самого Абдулы и его группы. По завершению уголовного дела все члены террористической ячейки Абдулы были осуждены на срок от 7 до 15 годам лишения свободы. 2010 год. Павлодар. Одна из преступных группировок планирует продать за рубеж урановые таблетки. Сотрудники КНБ выступили в качестве покупателей. Оперативники сильно рисковали, в том числе из-за угрозы облучения. На улице встретились, он сказал, место обозначил, туда подъехать. Я подъехал, с ним переговорили. Именно после этой встречи оперативника с преступником началась активная фаза многоходовой операции. Оперуполномоченный выступил вроде как покупателя. Ему в определённой степени они поверили, но в то же время предпринимали проверочные мероприятия. Дам я тебя одну. Сможешь проверить, посмотреть. Самое главное, что с твоей стороны всё будет нормально. За меня не переживай. Оперативникам было непросто работать под прикрытием в городе, где проживает всего 300 тысяч человек. Каждый из них рисковал в любой момент встретить знакомых. Это могло привести к провалу всей операции. К тому же преступники хорошо знали методы работы спецслужб. Данная группа состояла из бывших работников правоохранительных органов. Однако скрупулёзно продуманный каждый шаг операции позволил избежать провала. Окончательно преступники поверили оперативнику, когда увидели деньги. После двух-трёх встреч был осуществлен первичный контролируемый закуп, после чего указанный товар мы отправили на лабораторно-техническое исследование. Параллельно с этим оперативникам удалось установить место, откуда преступники похищали радиоактивный уран, а также определить канал избыта в страны Ближнего Востока. После того, как мы уже полностью владели информацией о канале избыта, о фигурантах дела, было принято решение по согласованию с руководством комитета о задержании данной группы полиции. Задержали преступников с поличным, со всей партией урановых таблеток. Впоследствии все преступники получили различные сроки лишения свободы. Алматы, 2002 год. В поле зрения контрразведчиков попадает иностранный гражданин. Он прибыл в Казахстан под видом предпринимателя. Однако в КНБ обратили внимание, что куда больше его интересует секретная военная аппаратура. Ее утрата угрожала обороноспособности Казахстана. В окружении иностранца был внедрен агент. Он действовал под видом военнослужащего. Его цель – определить, что конкретно интересует шпиона. Все фиксировали, все документировали, аудио видели, вообще все велось, конечно. Иностранец конспирировался, проверял свое окружение, пытался выявить за собой слежку. Это подтверждало, что он не тот, за кого себя выдает. Иностранец постоянно инструктировал военнослужащие, например, и постоянно покупал два телефона – один ему, один себе. И разговаривал только вдвоем по этому телефону. Так как он частенько находился в Казахстане, очень много знает людей, которые работают в органах таможенной, налоговой службах. Спустя несколько месяцев иностранец попросил агента достать техническую документацию на секретный шифратор связи, который применяется в боевых самолетах. И на одной из встреч, получается, иностранец, он предоставил даже фотографии нашему агенту, как выглядит сам вот этот аппарат, шифратор. Для задержания объекта с поличным было принято решение передать копию секретных документов. Конечно, он уже очень был счастлив, подел форму нашего телевико-военную форму, фуражку, постоянно селфи фотографировался. Однако праздник длился недолго. Иностранный агент был задержан. В ходе следствия он признал свою вину и был приговорен к 13 годам лишения свободы. Так и завершилась эта история, которая станет еще одним подтверждением высокого профессионализма отечественной контрразведки. 2018 год. В Афганистане возрастают объемы производства наркотиков. Через Казахстан преступники намерены направлять героин и амфетамин в Азию и Европу. А также часть наркотиков продавать внутри самой республики. В поле зрения КНБ попадает одна из международных наркобан. Многоходовая комбинация позволяет оперативникам внедрить в нее своего человека. Лидер казахстанской ячейки тогда обратился с просьбой к нашему внедренному опереработнику о необходимости забрать крупную партию наркотиков из Афганистана, контрабанду, переместить ее до территории Казахстана и в дальнейшем транспортировать этот наркогруз в ряд государств. В Афганистан была отправлена группа из опытных сотрудников. Осложняло ситуацию, что отдельные регионы страны в тот период находились под контролем террористических организаций. Город Мазари-Шариф был одной из таких точек. В тот момент наши афганские партнеры уже хотели отказаться от проведения этой операции, так как не могли нам гарантировать безопасность наших внедренных опереработников на территории под контролем Калибана. На свой страх и риск оперативники решили идти до конца. Как окажется, в дальнейшем поступили они совершенно верно. Группе быстро удалось войти в доверие к наркоторговцам. Поговорив с афганскими дельцами, сказав им условную фразу, наши опереработники получили контролируемый предмет где-то 400 килограмм метамфетамина и 100 килограмм героина. В последующем этот наркогруз был доставлен в Казахстан. На этом можно было бы и завершить операцию. Но в Комитете национальной безопасности решили задержать всю разветвленную сеть наркоструктуры. Поэтому к операции были привлечены коллеги из стран Европы и Азии, регионов, которые должны были стать конечными пунктами доставки наркотиков. Благодаря слаженным совместным действиям удалось задержать всех участников транснациональной наркоструктуры. В целом, реализация спецоперации «Торнадо» нанесла значительный урон международным наркоструктурам. Стоимость изъятых наркотиков составила 16 миллионов долларов. Казахстан, помимо транзитной территории для контрабанды наркотиков, является и ореолом естественного произрастания наркозадержащих растений. Торговля марихуаной и гашишем приносит преступникам баснословные доходы. Пресечь деятельность одной из таких наркогруппировок в 2011 году предстояло бойцам службы А. А подвиг Кайрата Ибраимова навсегда останется образцом беззаветного служения Родине. Преступная группа, с которой столкнулись спецназовцы, была создана словно по канонам сицилийской мафии. Большая часть группировки являлись близкими родственниками. Вместе с поддельниками им удалось наладить канал сбыта наркотиков из Чуйской долины в Россию. Поступил сигнал от начальника собраться всем в окном зале. Нам довели оперативную обстановку, что преступная группа планирует переправить через территорию Казахстана в Российскую Федерацию крупную партию наркотических средств. Информация о преступниках была противоречивая. Ясно было только одно – они вооружены и опасны. Спецназовцы разделились на две группы. Одна из которых работала на трассе под видом дорожных рабочих. Вторая заняла позиции на удалении, чтобы в случае необходимости прикрыть боевых товарищей. План был такой по пути следования в трудном месте, где машине было тяжело проехать, произвести захват преступников. Одна из самых ответственных фаз операции отводилась Кайрату Ибраимову. Он должен был раскинуть перед приближающимися машинами преступников ленту с шипами. Видя, что они пытаются скрыться от преследования, Кайрат, не задумываясь, бросился на перерез несущейся на большой скорости машины. Пытаясь избежать задержания, преступники повернули машину на Кайрата. После задержания в автомобилях преступников оперативники обнаружили около тонны марихуаны. Участники наркобанды получили сроки от 16 до 25 лет лишения свободы. И таких операций в послужном списке сотрудников Комитета национальной безопасности не один десяток. В нашем фильме мы показали лишь несколько из них. Нет сомнений, что эти люди придут на помощь в самую трудную минуту. Один из последних примеров этому – операция ЖУСАМ, которая получила широкий резонанс в мировой общественности. Она стала еще одним подтверждением высокого профессионализма и готовности сотрудников отечественной спецслужбы решать поставленные задачи в любой точке мира. К сожалению, некоторым из них за достижение этой цели пришлось заплатить слишком высокую цену. Этих героев мы уже не встретим на улице или в магазине. Мы и не знали, что все это время они были рядом. Прикрывали от бандитов, защищали от смертников, позволяя нашей жизни идти привычным чередом. И пока мы восхищаемся синевой чистого неба, на смену погибшим приходят другие. Те, кто продолжают спасать чужие жизни, снова рискуя своей. Сотрудники Комитета национальной безопасности. Те, кто точно знает цену покоя. Вот уже 30 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...